Более двух тысяч площадок, десятки тысяч участников и масштабный охват. Россияне во второй раз проверили свои знания по географии. Акция «Всероссийский географический диктант» прошла во всех регионах страны и объединила тех, кто интересуется наукой о нашей земле. В Неницком округе акция прошла на трех площадках. В селе Несь, в школе номер 4 и Неницком краеведческом музее. Там побывала наша съемочная группа. Выберите из списка объект с наибольшей соленостью воды. А. Каспийское море. Б. Каское море. Вопрос от диктора – подсказка в виде картинки до полутора минут на размышление. Проверка знаний по географии в этом году не изменилась. Так же, как на первой акции, участнику предлагалось 30 заданий, условно разделенных на три блока. Здесь вопросы и про самую северную природную зону, где растет мох и ягель, про степную реку, которая посвящала стихи Лермонтов, про город-герой, прославившийся на весь мир. Учитель географии школы номер 5 Татьяна Канева оценила уровень вопросов как несложный. Для меня особой сложности не представляло. Во-первых, потому что много путешествую. Я была в Волгограде, вокзал я вижу сразу. Дальше. Потом теракт был. Это все картинки, которые запечатляют память. Видимо, несложные. Несложные, я думаю. Интересно, захватывающе. Хочется себя проверить. Немножко есть адреналинчик кровей. Вообще интересно. Мне кажется, в любом случае, когда проверяешь свои знания, свой интеллект, свой уровень образованности, образование и при этом свою родицию, это всегда очень интересно. В прошлом году Татьяна Канева, одна из немногих, получила 100 баллов. По словам организаторов всероссийской акции, люди, не связанные с географией, путались в названиях рек и над горей, неверно называли имена первооткрывателей. Ничего страшного в этом нет, уверены участники. Главное – интерес к изучению своей страны, которая появляется после диктанта. С точки зрения географии Россия – страна уникальная. Ее омывают 12 морей. На территории расположены самое глубокое в мире озеро и самый большой действующий вулкан. На огромной площади в 17 миллионов квадратных километров проживают более 200 народов и народностей. «Я бы хотела на Дальнем Востоке очень побывать. Ну, я не знаю, мне кажется, там интересно и что-то необычное, природа и другие города, наверное. Культура сама другая, вот хочется узнать. Надеюсь, что сейчас школу закончу и буду сама уже исследовать Россию в целом и мир». За диктант участники получат баллы, которые подскажут, какую область географии необходимо подтянуть. Результаты диктанта будут известны только участнику, ведь один из главных принципов проведения акции – анонимность. Каждый участник получает идентификационный номер, по которому сможет узнать свой результат на официальном сайте РГО. «Бланк мы его отсканируем, отправим в Центральное отделение Русского географического общества. Там они до 25 декабря проверяют. После 25 декабря можно будет зайти на сайт РГО, ввести свой идентификационный номер и по нему узнать свой результат». Подводя итоги второго диктанта, организаторов не радует только одно – активность горожан. В прошлом году участниками акции стали более 120 человек, в этом году – в три раза меньше. Возможно, кто-то писал диктант онлайн. Таким способом проверить свои знания на сайте РГО можно до 23 ноября.